Итак, друзья, меня всегда интересовал вопрос, в состоянии ли боевые слоны сломать, уничтожить македонскую или греческую фалангу? То есть кто сильнее? Большие, огромные, свирепые животные, которые играли в свое время роль танков на поле боя? Или же стена ПИК, управляемые закаленными в боях греками или македонцами? И сегодня мы протестируем два этих уникальных подразделения. С одной стороны у нас будет македонская фаланга и представлять ее будут сегодня пешие соратники, одно из самых дорогих подразделений в этой игре, пешие соратники. Им противостоять будут сегодня боевые африканские слоны, свирепые животные, которые наводили ужас на врага на поле боя в древние века. Итак, два подразделения сойдутся сегодня в смертельной схватке и мы наконец-таки узнаем, кто из этих двух подразделений сильнее. Слоны или фаланга? Итак, начали! Итак, друзья, переводим нашу фалангу в режим фаланги и ждем атаки боевых африканских слонов. Посмотрим, смогут ли доблестные македонцы что-либо противопоставить свирепым африканским слонам. Македонцев раскидывают слоны как листья, македонцы сразу несут сумасшедшие потери. Мы продолжаем держать строй и противостоят африканским слонам. Посмотрите, македонцы смогли уничтожить уже шесть боевых слонов, вернее, три слона и с экипажами на них. Еще одного. Македонцы держатся. Молодцы! Неожиданно, неожиданно у них начинает появляться численное превосходство. Итак, семь. Смотрите, что творят македонцы. Закаленные в боях суровые мужчины Македонии смогли, смогли... выдержать натиск африканских боевых слонов и победить. Победить. Удивительно. Смотрите, они уничтожили все подразделения африканских боевых слонов. Молодцы! И при этом большим численным преимуществом больше половины своих подразделений осталось у них втрою. Молодцы, македонцы! Молодцы! Молодцы!